Сэмуэль Вимс. Секреты христианского террористического государства Армения. Армяне присоединяются к нацистскому делу Гитлера. 10 лет, чтобы помочь нацистам в попытке завоевать мир. В начале 1930-х к власти в Германии пришел Адольф Гитлер. Это та самая Германия, о которой армяне заявляли, что воевали примерно 13 годами ранее. В типично армянской манере это крошечное государство заключило сделку с нацистами, потому что они думали, что выиграют Вторую мировую войну, которая только начиналась. Армянский генерал Дрока Наян, известный своими многочисленными успешными нападениями на невооруженные мусульманские деревни, присоединился к военным усилиям Германии. Были организованы 812-й армянский легион и армянский батальон. Он вырастет до 20 тысяч солдат. Этот батальон воевал с немцами в Крыму, на Северном Кавказе, в Голландии. На воинов батальона возлагалась особая обязанность в соответствии с прошлыми армянскими военными навыками. Многие армянские солдаты использовались в качестве полицейских подразделений на вновь захваченных и оккупированных землях. Солдатам было поручено выследить и захватить всех евреев и других нежелательных элементов, перечисленных немцами. Как только большое количество людей было захвачено, армяне собрали их вместе и отправили в концентрационные лагеря, которые стали столь печально известными массовой резней миллионов евреев. К августу 1935 года армянские газеты публиковали про германские статьи. Армянская пресса не могла в достаточной мере восхвалять Гитлера. Ниже приведены лишь некоторые из многих примеров того, как армянская пресса слюнявит на Гитлера и нацистов. 10 мая 1935 года еженедельник Хайренник опубликовал заявление вице-мэра Бухареста. Румыния, армяне помогли нам, румынам, не стать рабами еврейских элементов. История зафиксировала, что Румыния была в авангарде антисемитских государств на оккупированных нацистами землях. 9 августа 1935 года еженедельник Хайренник объяснил, что причина, по которой армяне и греки убили так много евреев в Салониках, заключалась в еврейской любви к наживе. Ежедневная газета Хайренник, не отставая от еженедельной газеты Хайренник, присоединилась к поддержке дела Германии. 19 августа 1936 года. Иногда трудно искоренить эти ядовитые элементы евреев, когда они пустили глубокие корни, как хроническая болезнь, и когда народу, нацистам, необходимо искоренить их необычным методом. Эти попытки считаются революционными. Во время хирургической операции поток крови является естественным явлением. В таких условиях диктатура играет роль спасителя. Уже на следующий день эта армянская газета опубликовала заявление. Евреи, будучи самыми фанатичными националистами и расопоклонниками, вынуждены создавать атмосферу интернационализма и мирового гражданства, чтобы сохранить свою расу. Как британцы используют линкоры для оккупации земель, евреи используют интернационализм или коммунизм в качестве оружия. Примите во внимание тот факт, что всего за 18 лет до этого армяне выпрашивали у тех же британцев оружие, боеприпасы и военные припасы, а теперь нападают от имени Германии. 17 сентября 1936 года Хайренник восхвалял Гитлера и немцев, и пришел к власти Адольф Гитлер после титанической борьбы. Он обратился к струнам расового сердца немца, открыл фонтан его национального гения. В номере газеты от 25 сентября 1936 года было напечатано «Нечем гордиться тем типам евреев, которые ввозятся в Палестину». У них распущенные нравы и пороки. И вдобавок ко всему, их коммунистическая деятельность была причиной большей части арабской критики. Этот выпуск Хайренника был напечатан на английском языке и редактировался армянами, проживающими в Бостоне, штат Массачусетс. Возможно, по этой причине архивы Армянской революционной федерации в Бостоне закрыты для публики и для исследовательской работы. Возможно, армяне не хотят, чтобы справедливые и честные историки изучали записи об их активной поддержке нацистской Германии во время Второй мировой войны. В 1942 году многие армянские молодые люди были завербованы и активно поддерживали нацистские военные действия. Сурен Безадян Пайхар организовал и возглавил армянское национал-социалистическое движение «Хаосанг», что означает «зажигание». Эта организация стала популярной во всей Европе и среди молодых армян, проживающих в Турции. К концу 1942 года эта организация объединилась с Армянским национальным советом. Эту организацию основали несколько лидеров Армянской революционной федерации. Горигин Жде, армянский генерал, основал российскую организацию «Армянский цех Хакрон», через которую армянская молодежь перетекала в печально известные нацистские СС и другие элитные немецкие вооруженные силы. Армянская поддержка нацистской Германии была широко распространена. Армяне, проживающие в Германии и Франции, в большом количестве присоединились к 58-му танковому корпусу и Аст-легиону 10-й армии Вермахта. Как только ход сражения Второй мировой войны изменился и начал течь к победе союзников, армянские хамелеоны спрыгнули с немецкого корабля и поплыли как тонущие крысы. А они начали осуждать немцев, а затем присмыкались перед союзниками так же, как раньше перед немцами. После войны армяне утверждали, что Гитлер делал заявление о том, что они армяне должны были быть убиты в 1915 году. Это ложное утверждение было представлено фальшивыми доказательствами, которое было позже разоблачено, как подделка. Онлайн документы доказывают, что нацистская Германия хотела уничтожить христианство и церковь, и заменить их чисто арийской расовой религией, предназначенной для удовлетворения потребностей их национал-социалистического политического движения. Нацисты проникали в церкви и работали над дискредитацией ведущих членов церкви. Некоторые христиане были отобраны и заключены в тюрьму, а некоторые были убиты. Отношение нацистов к христианам не было секретом ни в нацистской Германии, ни на захваченных и оккупированных ими с помощью армян территориях, что они были антицерковными и антихристианскими. Армяне призывают Турцию извиниться за так называемый геноцид 1915 года. Как может Армения сделать такое, не извинившись сначала за поддержку нацистов во время Второй мировой войны и их роль в массовом убийстве многих тысяч евреев? Почему официальная, контролируемая государством армянская церковь не осудила эти антихристианские действия 1930-х и начала 1940-х годов? Мало того, что армянам не свойственно признавать свои ошибки и обиды прошлого, они еще и воруют идеи других народов. Например, несмотря на то, что армяне помогали нацистам захватывать беззащитных евреев и отправлять их в лагере, сегодня армяне создали то, что они называют музеем и мемориалом геноцида армян, в двух кварталах от Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия. Армения также оказала честь генералу Дро Канаяну, создав институт лидерства для обучения молодежи государства. Армяно-американская община Калифорнии провела сбор средств в поддержку института лидерства Дро. Чему Армения учит свою молодежь от имени этого лидера армянских нацистов? Продолжение в следующем видео.